Как-то, помню, рассказывал мне отец, мои супруги. Ждали в Караганде, тогда они еще собирались, там был такой, копай город, его называли. Черное море, мы это называли, там шлам был такой черный, и дом молитвы был белый. И так даже песню одну сочинили, белый корабль, черное море, ну и ждали старшего пресвитера, с Алматы. Я не помню, кто тогда был, ну еще до Виктора Васильевича кто-то тогда, он и не помнит. Ну и говорят, и там где-то поезд задержался, они ждали, 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 ждали. А на улице люди сидят, ну в те, скажем, послевоенные годы. Я говорю, и слышу, две сестры разговаривают между собой, одна говорит, вот хорошо братьям-служителям? Она говорит, а что? Так у них же искушений нет. А мы вот бедники, да, вот у нас только искушений. А у них же и борьбы-то никакой-то нету. Говорит, они же служители, да, говорит. Ну и говорит, там послушал, послушал, и вдруг все зашевелились, и подъехала машина, победа такая была. И привезли старшего пресс-витера, его сразу за кафедру там, ну время там, быстро все. Он вышел и говорит, братья и сестры, я хочу начать с того, что у меня сейчас очень много искушений. Помолите за меня. Я, говорит, стал глазами искать, говорит, вот этих сестер, которые только что говорили, что у служителей нет искушений. Вы знаете, какое-то время мне стало очень важно вот это место, где апостол Павел просит молиться за всех святых. И вдруг он говорит, где он мне ищет. И я всегда ищу людей, которые будут молиться. Я хочу сказать, что я нуждаюсь в молитвенной поддержке. Я скажу с большой радостью. Я готовлю такие короткие, там, пять, сначала три минуты, потом четыре минуты. Жена говорит, ну, наверное, дальше не надо, пять минут. Дохожу до шести. Вчера сделал запись, получилось семь минут, несколько секунд, взял, переписал, чтобы получилось меньше семи минут. Делаю с радостью, но это тоже непросто. И, кроме всего прочего, есть очень много тоже искушений разных. Я буду очень благодарен Господу, если вы найдете открыт сердце и будете за меня молиться. Нуждаюсь в этом. Каждый служитель нуждается. Вы знаете, я помню, к нам приехал один брат, я еще был в молодежи. И он нам так понравился, такой проповедник, да? И мы с молодежью по служению стоим и говорим, вот бы он был у нас присвятер. И подошел один служитель, очень мудрый. Он был душепобедитель. Он понял, видно, ситуацию. Он говорит, вам нравится вот этот проповедник? Да. Он говорит, молитесь за своего присвятера. И у вас будет самый лучший проповедник. Молитесь за своих служителей. У них у всех есть борьба, испытания. Поддерживайте их. Это очень важно. Но это относится и к вашим служителям тоже. Молитесь. Это очень важно. Почему-то мне Бог это на сердце ложит. Мы сегодня будем говорить о семье. У нас в это лето в условиях пандемии было три брака. Еще ждут. Две пары ждали, 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 ждали. Вот в субботу мы их сочетали все-таки. Да ну хватит ждать уже, я говорю. Глава Всемирного Организации Здравоохранения сказал, что еще два года будет пандемия. Я говорю, вы будете еще два года ждать? А не, нет, все, хватит. Все, ну и мы за них помолились. Я обычно говорю, братья и сестры, в нашей поместной церкви организовались два новых филиала. Еще два филиала, еще две домашние церкви появились. И как раз в том, что говорил Алексей Викторович, я думаю, что каждая семья – это церковь. Это церковь. Это домашняя церковь. И сейчас особенно, знаете, особенно вот сейчас, мы замечаем, как важно, когда люди действительно имеют горьи веры. И просто, знаете, за компанию как бы проще. Знаете, вот все поют, и я пою. Вроде и такой верующий. Как-то один старец, помню, служитель собраний заканчивал, посмотрел на всех. Говорит, братья и сестры, вот смотрю я на вас. И все вот такие верующие, верующие, да? И просто радуюсь. И вот я сижу и думаю, посмотрите бы на вас дома, говорит. Вот как там с вашей верой обстоит дома, да? Когда вы вот муж и жена и дети. Я хотел начать сегодня предложить, обратить внимание на две семьи. И потом мне вот так на сердце немножко сказать о семейном алтаре сегодня. Я нахожу это очень важно. Первая семья, о которой я хотел бы, чтобы мы коротко подумали, это семья священника Ильи. Если вы помните эту историю, я коротко, первая книга Царств, третья глава, мы читаем сначала. Отрак Самуил служил Господу при Ильи, в храме. И смотрите, слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты. Где? В храме. Там, где слово Божие должно быть в основании. Где это все, это фундамент, да? Слово Господне было редко. Видение, скажем так, связь Бога молитвенно была нечаста. Она была практически прервана. Но может это искусственно, но если дальше читать, светильник Божий еще не погас, ну, глаза священника сбежались выше, мы читаем. То есть, вот такое было полусонное, тревотное состояние, да? Слово Божие редко, видение нечасты. И мы читаем в одной главе, ранее во второй главе мы читаем, что сыновья священника Ильи были люди негодные. Вот так Писание характеризует. Они не знали Господа. Подумай только. В семье священника дети не знают Господа. Хотя, они назывались священниками. Так написано. И они своей жизнью, своими поступками отвращали людей от Господа. Они дошли в своем, знаете, отдалении настолько, что они спали с чужими женщинами в Ходовские несобрания. Ну, это же, это же как надо пуститься. Это же не сразу произошло. И, знаете, на фоне всего этого вспоминается еще одна семья. И это семья священника Ноя. Это совсем другая семья. Мы знаем историю, когда, знаете, иногда люди говорят, ну а как? Некоторые говорят, честно не проживешь. Наверное, слышали такое, да? Я помню, когда мы начали посещать в те 90-е годы женскую колонию одну у нас там в Коксуне. И там некоторые женщины как бы покаялись. Ну, у них очень было сложно. Они падали постоянно, опять каялись. Они говорили, в зоне невозможно верить, они говорили. Ну, тут обстоятельства такие. Потом, прошло время, они оказались на свободе. Я встречаю их там на свободе. Я говорю, как? Они говорят, на свободе еще хуже, они говорят. Еще тяжелее, да? Вы знаете, это неправильно. Если есть корни веры, и тогда чем глубже с корнем, тем ближе. Чем глубже с корнем, тем ближе Бог мы поем, да? В одном гимне, да? Мы пускаем корни веры глубже и глубже, да? И вот удивительно, на фоне всеобщего разложения. Грех умножается. На фоне всего этого есть семья одна, о которой написано, что Ной же обрел благодать пред очами Господа. Шестая глава, восьмой стих. И написано, девятый стих. Вот житие Ной. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. И вот теперь, когда Господь говорит с Ноем о том, что ожидает все человечество, да? Смотрите, что нужно приготовить ковчег. Я представляю себе его переживания. Вот Бог с ним говорит, Вот с тобой я заключу занять. Вот ты будешь спасен, да? А Леш, семья есть. Ну, может, это моя фантазия, но я о себе думал. Вот ему хотелось, он может быть даже, вот Бог говорит, как надо построить ковчег, и там про это окно свести в локоть, и все, 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 да? А как семья? И вдруг мы читаем. Семнадцатый стих. Я наведу на землю поток водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Все. И потом, но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты. И потом, и сыновья твои. И жена твоя. И жены сынов твоих с тобою. Я думал, вот это же какое благословение. Я себе представил сердце Ноя, да? Никто не потерял. Ни один. Три сына, три с ноги, жена и он восьми душах. Господь сохранил тот мир. Как у него получилось? Что он делал? Ведь, ну, кругом такой был грех, кажется, да? Как у него получилось? И когда мы уже читаем послание к евреям, одиннадцатая глава, мы читаем, что Ной благоговеня приготовил ковчег для спасения дома своего. И вот эта шестая глава книги «Бытия», она заканчивается, 22 стих, такие слова. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Вы знаете, у Ноя был особый трепет и благоговение пред Богом. И я не сомневаюсь, что вот это трепет, знаете, вот это благоговение пред Богом и пред Его Словом видела вся семья его. Там получилось, как у Тимофея. Помните, когда Павел ободряет Тимофея в послании, пишет ему, он говорит, что, он уверен, Павел говорит, что вот та нелицемерная вера, которая была в матери твоей, евнике, бабке Лавиде, она в тебе, потому что иначе не могло быть, потому что вот она почти осязаема, эта вера, когда она действительно живая вера. И вот то же самое видели сыновья. Вероятно, там были искушения. Естественно, были, наверное, такие моменты, когда кто-то подходил и говорил, у вас отец вообще в своем уме? Ну, кто строит корабль на суше? Да ему померещилось, кто ему там что сказал и так далее, да? Но у него же живая связь Бога была. Бог с ним говорил, и он говорил с Богом. Знаете, Бог говорит с теми, которые говорят с ним. И это очень важно. Я себе представляю вот этот семейный алтарь, семейное, как отец им говорит о Боге, как он вдохновляет, ободряет свою семью. И потом они молятся. И потом снова утром они исполняют то, что сказал Бог, в точности до миллиметра. Вот как Бог сказал, так он и сделал, ни меньше, ни больше, ни влево, ни вправо. Бог сказал так. Бог так сказал. Я не знаю, братья мои, дорогие сестры, как обстоит у вас под семейным алтарем. Я хотел, чтобы мы очень откровенно немного на эту тему поговорили. Я хочу сказать, что каждая христианская семья должна иметь семейный алтарь. Оправдания не может быть. Если для нас это действительно важно, потому что, знаете, находятся христианские занятия, мероприятия разные, да, которые, я вам скажу, легче что-то сделать, чем вести нормальную молитвенную жизнь. Легче нам может. Хотя это тоже нужно и правильно, да, но вот когда есть порядок вот в семье, в отношении молитвенной жизни, и когда у нас есть вот этот семейный алтарь, так он должен быть в семействе Слова Господня. Это великое благословение. Как-то помню, одна женщина, я ее знать не знал, пришла, говорит, я хочу с вами поговорить, я буду познакомить, давайте, что у вас. Она говорит, вы знаете, я слышала, что вы много можете. Я говорю, а что вы хотели? Она говорит, а вы можете моего мужа приворожить ко мне? Я говорю, могу. Она говорит, я так и знал. Мне сказали, что вы сможете это сделать, да. Я говорю, знаете, я знаю только одно средство, которое держит семью вместе. Когда люди объединяются вокруг Слова Божьего, и молятся Богу. Вот это держится вместе. Я скажу, из опыта своей семейной жизни и анализа многих, я же бываю, в частях поездки, в разных семьях и так далее. Иногда я скажу откровенно, у меня такое впечатление, что создают семейный алтарь, потому что я их посетил. Ну, я вижу просто недоумение в глазах детей, они не понимают, что происходит. И вдруг еще отец говорит, ну, давайте мы споем. А я говорю, что, еще и пейте? Они никогда не поедут. Ну, тут, знаете, приехал же, извините, председатель союза, да. Знаете, я думаю, это очень упрощает, наоборот, детей от Господа, когда они видят вот это фористейство. Я хотел сказать, от этого времени должно веять святость. Семейный алтарь должен быть постоянным. И на семейный алтарь надо не гнать, а привлекать с любовью. Всю семью. Всю семью. То есть, об этом надо очень молиться. Об этом надо молиться. Чтобы всю семью тендуло в это общение. Чтобы они думали, ой, пап, давай сегодня не думай. Там некогда, еще уроки не сделай. Еще нужно вот это сделать. Вот это сделай, да. Давай короче сделай, да. Я думаю, это очень плохо, когда вот таким образом это происходит. И это никого не будет вдохновлять и не будет ободрять. Когда вы слышите эту сирену, вы думаете, уже за вами или нет? За кем-то. За кем-то, да? Ну, хорошо. Братья и сестры, вот давайте позволим Духу Святому сегодня сказать нашему сердцу. Иногда, вы знаете, мы живем во время, когда люди будут сами себя обманывать. Это логический период. Они думали, что у них все нормально. Но дошло до того, что Христос уже был за дверью сердца. Он даже не в сердце был, да. А они думали, что он еще там. Очень много искушений. Очень много борьбы у людей. Знаете, на прошлой неделе у меня сейчас больше, может быть, телефонных разговоров, да, и так далее. Я вот слышал об одной семье, знаете, катастрофы. Это настолько катастрофа, я не буду говорить детали, но он говорит, я ночью, говорит, вою, я кричу. Он уходит, да. Трагедия страшная. Трагедия. Во всей семье. И я думаю, что уму мы понимаем, что это очень важно, когда семья вместе молится, когда они собираются, когда они читают Слово Господне, да. Но давайте немножко, как это должно быть и как оно есть на самом деле. Просто позволим Духу Святому вот говорить к нашему сердцу. Когда это входит нормальный, скажем, в хорошем смысле ритм, это естественно, это желаемо главой семьи и первостепенно за это ответственный каждый муж, естественно, это верно, что каждый мужчина это священник дома. Священник дома. Я бы сказал, на сегодняшний день, извините, братья, но многие мужчины бесстыдно, бессовестно уступили вот это главенство своим женам. Они не готовы взять ответственность. Доходит до абсурда. Я вот в семье в одной сижу и вдруг мы беседуем с братом и вдруг ребенок подходит и говорит, папа, иди маму спроси. Он даже не знает, что хочет спросить ребенка. Он даже не послушал. Но если мама что-то ему разрешит и ему не понравится, конечно, выговор она получит. Вот, да? Вы знаете, мужчины не готовы взять эту ответственность на себя. Но Бог с нас просит. Бог спросит с нас. Когда-то мы будем отвечать. Обязаны дать отчет не только при святера церкви, да? Обязаны дать отчет всей главы семьи. Вот. Мы ответственны за духовное состояние жены и детей. И мы должны питать с Словом Господнем. И мы должны вот иметь правильную молитвенную жизнь. Правильную молитвенную жизнь. Я помню, как-то рассказывал один брат-служитель и говорит, что в одной семье случилось такое. Ну, пару мистераций. Вот к вам гости приходят, братья и сестры? Вообще, вы приглашаете гостей домой или нет? Это тоже признак последнего времени, когда люди не зовут гостей в семье. Вот сейчас, я думаю, вот в семье нужно упразднить социальную дистанцию. Сын в одной комнате, дочь в другой комнате, жена в третьей комнате, муж в четвертой комнате. И у всех маски. Никто не разговаривает. Это же беда. И это реально, братья и сестры, в многих семьях это реально, да? Нет общения. Нет общения. Я думаю, вот как раз семейный алтарь нас объединяет, где мы объединяемся для того, чтобы пообщаться вокруг Господа, Его Слово. Не надо там делать очередное богослужение, кто-то к молитве там, общим пением спели там опять. Не нужно это делать официально, да? Это должно быть простое, искреннее, такое, дружеское общение. Когда дети видят открытость отца и матери, когда все честно идет. И они тоже открываются, они тоже делятся, они тоже молятся. И это большое, большое благословение. Так вот, один брат как-то мне рассказал, у нас часто бывали в гости? Ну, и говорит, иногда ведем такие разговоры, детям как бы, ну, нежелательно слушать. Я говорю, дети, вы там идите поиграйте, дети, вы там, вы там. Но время уже к семейному алтарю, обычно есть какое-то время. Кстати, кто в 21.00 молится? Поднимите руку, я хотел узнать. спасибо, но не всем. Поощряю. Нет, не дали возможность другого. Спасибо. Спасибо, да. Нет, это не закон медиан и перца. Но, когда у нас есть порядок в семье, вы можете назначить время 21.30 если вам будет, или 10.00, но придерживайтесь этого порядка, и тогда вся семья подстраивает свои уроки, занятия, посещения, все остальное. Вот представьте себе, пришли гости, ну что делать? Ну, как-то, ну, я как раз этот пример хочу закончить, и брат говорит, я старшему сыну говорю, ему там было лет 14, сынок, давай ты детьми там поморешься, Миша, мы тут в гости. Раз ушли, потом это повторилось здесь 20-30 раз, вы там дети, вы там сами помолитесь, и вдруг однажды дети, сынок, мы на собрание ходить не будем, уже подросли. Как? Вы что, мы же верующие. И старший сынок ему говорит, папа, ты помнишь, во столько-то лет назад ты нас отправил, чтобы мы сами там молились? Ты думаешь, мы молились? Ты думаешь, они меня слушали, младшие? Они тебя не всегда слушают, ты не можешь организовать, когда на молитве, и ты надеялся на то, что они со мной это будут делать? Мы уходили в свои комнаты и спали, без молитвы мы это делали. А тут гости, знаете? Я думаю, все гости должны знать, что мы молимся вместе. И может быть, и не надо вести таких разговоров, чтобы высылать детей. Это же неправильно. Наверное, нужно что-то такое, чтобы дети сказали, они обогатились верой других в этом общении. Правда же, да? Рассказать что-то, услышанные молитвы, поделиться, свидетельство веры. И это огромное-огромное благословение. И такие примеры есть. Знаете, один отец как-то мне исповедовался, и он сказал, когда его сын исполнил 17 лет, он говорит, подошел ко мне и говорит, папа. Я говорю, да. Он говорит, я хочу тебе что-то сказать. Пожалуйста, найди время сейчас. Выслушай меня. Последний раз в жизни я назвал тебя этим словом, папа. Ты мне больше не отец. Я ждал тебя 17 лет. Тебе было негадо. Ты был занят. Негреховными даже делами. Я не могу тебя назвать особо. Это было не в нашей стране. И он говорит, я помню один момент, когда мы жили в Казахстане, я был еще ребенком, была зима, и ты сделал горку, и мы на санях вместе с тобой с этой горки летели. И перевернулись сани, и мы в Сукуропу летели. Я помню, ты меня поднял, и сани, ты меня прижал к себе, и мы поднимались снова на гору. Я чувствовал, как билось твое сердце. Я чувствовал, что ты меня любишь, и я тебе нужен. Но это было только один раз. Один раз. Я ждал все Бога. Вы знаете, многие мужчины оправдываются, они некогда, им занято. Жена, ты давай там с детьми помолись, ты же понимаешь, как это важно. Да, она понимает, как это важно. Он то машину ремонтирует, то на даче, то огород, даже пускай христианские мероприятия. В одной семье дошло до того, что я недавно этот пример приводил, кто служил. Сынок на вечерней молитве, опять муж с женой, очередной раз, ты там помолись с детьми. И сынок говорит, я не буду молиться. Он говорит, почему не будешь? На небо не попадешь. Она говорит, попаду. Почему ты так говоришь? Он говорит, папа же тоже не молится, а на небо попадет. И знаете, в этот вечер у него очень серьезный разговор в семье. Почему папа не молится? Почему у него нет времени? Братья и сестры, я встречал, знаете, настолько разбитые семьи, и они жалели, что они упустили эти моменты. Вот семейного алтаря и молитвы. Я хотел просто некоторым дать вот такие советы. Не надо это делать слишком длинно или слишком долго. Зачем? Это зависит от возраста детей, от ситуации, правда ли, да? Если мы где-то поздно откуда-то приехали, вместе с детьми где-то были в гостях, и после этого еще, извините, час проводить общение, и половина детей уснула, но мы себе галочку поставили, что мы провели это общение, а кому это нужно? Это же не нужно, правда же, да? Никому не нужно. И зависит от возраста детей. Но они должны понимать, что это свято и это важно. Я помню, когда с одной нашей дочерью мы приехали, она была совсем маленькая. Вам, наверное, такое знакомо, когда вы прям с машины сонного ребенка кладете в кровати, жена его раздевает, он даже не проснулся. И все прикрыли и спит ребенок. Вот только положили ее, проходит пара минут, слышим, ну, знаете, прямо рев такой. «Я не могу уснуть!» Ну, что такое превращение? Что случилось? «Мы же еще не помолились!» Знаете, она проснулась и поняла, что ее положили в кровать без молитвы. Ну, мы, конечно, у нее попросили прощения, извините, я спала и так далее, наградку. Она не понимает, а при чем тут спала? Как можно положить ребенка без молитвы? И вы знаете, когда это у нас на регулярной основе, когда это искренне, сердечно, когда мы действительно это делаем, они начинают это понимать. Любую фальшь, любое лицемерие ребенок очень быстро замечает. Я бы сказал еще так. Вот я не знаю, как вы это практикуете, да, не обязательно, чтобы всегда даже все молились. Ну, семья бывает большая, например, у нас в семье, может, с этого надо было начать, вообще жена родила девятерых детей, маленькие висенеры, выросли у нас. Слава Богу, вы знаете, заслуг наших нету. Я хочу сказать, через молитву, я вот в самолете летел сюда, дороги сегодня об этом думал, да, думал, это же не заслуженная милость, они все члены церкви, любят Господа. Мы очень благодарны Господу за это, да, у нас 18 внуков, да, еще одна дочь, пока с нами, еще замужем, ей будет декабрье, 20 лет, но я думал, ведь это же, вот, просто Господь сделал, это сделал Господь, да, были моменты, когда я просил у детей прощения, когда где-то упускал, вот такое, вроде бы, оправдание какое-то, да, вы знаете, когда я дома, я должен быть дома, правда же? вот приехал, у меня две недели не был дома, дети тут все, еще когда маленький, жена тут все за столом, там, она торт спекла, все сидим, а я у меня что, делал, вот так, на кабинусе, я две недели дома не был, я думаю, так надо будет, братский совет, так надо не забыть вот этот вопрос, мы уже за столом сидим, я думаю, так еще вот этот вопрос, да, еще вот этот, да, вот он сам себе фиксирует, как бы, и вдруг слышишь, жена говорит, Франц, я говорю, а? она говорит, ты где? я говорю, я на братском совете, а тут сидят все дети, жена сидит, я смотрю, у него там слеза покатилась, она говорит, вернись домой, и я искренне попросил прощения у детей, у жены, и я вернулся домой, теперь я был дома, знаете, они все радовались, что я вернулся с братского совета, вы знаете, это неправильно бывает, и мы должны понимать, это наша первая ответственность, это наша первая ответственность, и освящение к доме своем, и ответственность за духовное стояние своей семьи, и ничто не поможет, кроме вот слова Господня и молитва, и в основе всех наших общений должно быть слово Господне, не надо, и к этому надо готовиться, вот как проповедник готовится, знаете, это неверно, я помню, на одном сижу, в братской комнате, в одной церкви там, ну и пресвятый говорит, брат первым скажет, я не готов, второму может ты скажешь, говорит, не готов, третий может ты, не готов, один говорит, против, может он готовиться, да прочитай 22-й псалом, палочка умречалась, три слова добавь, и все нормально, вы знаете, при таком подходе, не может быть назидание благословения, правда же, я хочу сказать, мы должны готовиться, к этим семейным алтарям, к этим общениям, внутреннего первого, конечно, и если что-то, какая-то натяжка, там может быть, это надо отрегулировать, или с женой, или с детьми, и это правильно, это правильно, я знаю такие моменты, но вроде бы и ничего нет, но там где-то, знаете, там где-то может чересчур, там строго это было, там где-то может голос повысил, где-то как-то, помню, была такая ситуация, немножко напряженная в семье, и уже вечеря Господня, я думаю, что делать, я сказал, собрал всех, я сказал, дети, вроде бы, как-то я не чувствую ничего такого, да, но мне вот так плохо, я не совсем правильно к вам относился, я попросил у них у всех прощения, веря в персональную у всех, у жены попросил прощения, они там заплакали, папа, ты нас прости, мама прости, мы там все друг у друга просили прощения, помолились и пошли на вечерю Господню, и вот как сейчас помню, стою уже с братьями, хлеб держу, молимся, да, и они вот там на балконе все сидят, один за другим бежит, да, и я говорю, кто ест и бьет недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, я так поднял глаза на балкон, и смотрю, они мне кивают, то есть они мне дали разрешение на участие, знаете, для меня это было такое благословение, такое благословение, я думаю, как раз на семейном алтаре мы должны переговаривать, как день прошел, как пожил, если услышаны молитвы, знаете, и когда мы так в простоте искренне, мы рассказываем, как Бог нас повел, и даже, может быть, немощи поделились, что-то случилось, и как мы просили прощения, и они учатся, как это должно быть, у нас был случай, как-то это не часто бывает, ну, субботу, рано утром, все, и я, и все были дома, и я говорю, давайте сделаем сегодня такой эксперимент, мы сейчас помолимся, и вечером мы соберемся, если Господь позволит, и каждый поделится услышанной молитвой, в общем, на вечернем алтаре мы делимся услышанными молитвами, договорились, договорились, я, кстати, так иногда делаю разнообразие такое, вечером собрались, а наш Саша, ему тогда, он первый класс ходил, но я решил с ним помолчать, он тогда был младше, у нас еще Регины не было, у нас, кстати, между старшим сыном и младшей дочерью, 25 лет разница, но это был очень хороший подарок, и вот я говорю, Саша, ну, давай с тебя начнем, расскажи нам, у тебя есть услышанная молитва? Он посидел, говорит, нет, нет у меня, и все на меня смотрят, как я буду теперь выходить из этой ситуации, я сказал, что Бог слышит молитву, а у него нет услышанной молитвы, я говорю, сынок, ну ты подумай, он говорит, нету, нету, я говорю, ну хорошо, давайте вспомним, кто о чем молился, что мы просили, мы должны проверить, вот ты когда молился, ты о чем молился? Он подумал, ну, я молился, а, я молился, чтобы со мной ничего не случилось, я говорю, хорошо, что с тобой случилось? Так на меня смотрим, а это что, тоже считается? Я говорю, это считается, сынок, это считается, братья и сестры, с вами у вас еще не услышанная молитва, машина не перевернулась, никто ногу не сломал, ну, можно много-много сейчас добавлять, правда же, мы иногда не замечаем этого, а когда мы вот так в семейном алтаре беседуем, говорим об этом, делимся опытом, можем что-то испеть, может попросим кого-то, да, иногда мы делали так, я назначал кого-то сыновей, я говорю, сегодня ты ответственный, вот за это вечернее общение, давай, подумай, заранее, девочкам говорю, вы ответственный за пение будете, чтобы какую-то подберите песню, или сами споете, или нас организуете на пение, как вы это сделаете, да, вот они там уже, знаете, им это интересно, они думают, что там, как это сделать, то есть, что мне не нравится, я бываю, сейчас скажу, в разных семьях, вот в одной семье тоже многодетно был, смотрю, вот сейчас все как-то сделано, чинно, все так нормально, будем молиться, смотрю, а они все как легли на стулье и на диване, вот так отвернули все друг от друга, вот так, да, все спинами друг к другу, вот так, да, а еще и вот так, легли вот так на стулье, отец и мать, привычка так, вот так легли еще, да, вы меня сейчас хорошо слышите, плохо, да, и молятся, да ничего не слышно, а к концу молитвы, я смотрю, половину уснул, вот дети маленькие, там еще длинные такие молитвы начались, да, я потом беседовал, говорю, зачем вы это делаете, ну, во-первых, это было утомительно, это было неподготовлено, потом, почему, ну, станьте лицом друг другу, ну, в конце концов, не знаете, когда, не знаю, как вы это практикуете, но мы частенько беремся просто за руки, встали в курок и все, во-первых, когда мы держимся за руки, дети маленькие, он не убежит, мы его держим за руки, с одной стороны, с другой стороны, правда же, да, а потом детям это даже интересно, Интересно, или, например, я не думаю, что должна быть такая специальная форма, но мне нравится, когда, знаете, мы как бы понимаем, тогда вот Господь с нами, Он здесь в центре, и мы вокруг Господа, вокруг Слова Его, и потом, когда мы вот таким образом, мы не уснем, и мы учим детей всегда, если молиться, вот короткая молитва, короткая молитва. Заранее мы оговаривали, о чем молиться, вот об этом попросить, давай, ты помолишься сегодня за маму, ты не против? Да, мама, а что за тебя помолиться? Хорошо, а кто готов за папу молиться? Папа, а что у тебя там, какие-то поездки, что-то, как начинаешь рассказывать, все, все, вернулся, папа, ну что там, мы же за тебя молились, результаты какие? И я докладываю, какие результаты, да? И мы благодарим-то на Господа. То есть, это очень такой объединяющий момент, братья и сестры. Некоторые люди, когда я об этом говорю, они говорят, мы пытаемся, но не получается. Вот где найти время? Где найти время? Если наши дети лишние, мы не найдем время. А если они для нас важны, мы найдем время. Мы найдем время. Это очень важно. И я хотел, чтобы мы тоже на это обратили внимание. Я хотел сказать, братья, священником быть дома, это не выбор. Это поручение. Вопрос в другом. Вопрос, какой мы священник? Выполняем ли мы функцию священника дома своего? Мы должны быть священниками. И я думаю, что сегодня мне хотелось, чтобы мы об этом помолились. Если нет порядка в этом, давайте попросим прощения Господа. Может быть, даже надо на семье попросить прощения. Может быть, надо собрать семью, и это более сильное действие, чем вдруг незаметно, она вроде бы неудобна перед детьми, но соврать всю семью и сказать, детки, жена, я был неправ. Я упустил это. И мне очень стыдно. Бог проговорил в моем сердце. Я хочу это исправить. Простите меня. Давайте помолимся. И просто сделаем, чтобы это у нас было постоянно. Постоянно. Я хотел сказать, что Господь даст нам и время. Очень важна атмосфера. Очень важна искренность, открытость, доверительные такие отношения. Это сама атмосфера. Вот содержание зависит от возраста детей. О чем мы говорим? Ну, я просто сейчас уже так хаотично говорю эти мысли во власти времени. Знаете, как-то мне звонит одна сестра. И мне говорят, Франц Берганович, а я вот читал Библию, я не могу понять. Как это понять? Разверзающий лоржесток. Я говорю, а то мужа спросил. Она говорит, а он не знает. Я его спросил, а он не знает. А я говорю, вот пусть ко мне придет, я ему дам книгу, скажу ему, где прочитать, ссылки покажу. Он узнает, и он тебе расскажет. Вот поэтому написано, пусть спрашивает мужа и дома, правда же. Это же проще не знать, кажется, да? А, там, я не у призвитера спросил, да? Муж должен знать, что это такое. Муж должен готовиться к этим общениям. Братья, если это утрачено... Вы знаете, в многих семьях дети приходят в возраст, к большому сожалению. Они говорят, пока мы были маленькие, мы не могли вам сопротивляться. А теперь мы не пойдем на служение. Знаете, есть ряд детей, которые мне лично свидетельствовали и говорили, папа не любит маму. Это равно всем. Я говорю, зачем вы так говорите? Он не любит. Он любит всех женщин, только не маму. Он со всеми добрый, ласковый. Он любит падших женщин даже. Он переживает за них. Но мы никогда не видели, чтобы он обнял маму или погладил маму. Он не любит маму. Это травма. Это очень серьезно, да? И знаете, когда... Конечно, как можно в таких отношениях создавать семейный алтарь? Правда же? Это же очень сложно. Тогда это будет фарисейство. Я скажу, самые лучшие отношения у меня были с детьми, когда я с ними один на один беседовал. И когда я, видя свои ошибки, у них просил прощения. Я не забуду эти моменты. Знаете, они прям... Вот так у меня вот памяти остались. Я когда ехал на одну конференцию, я обзвонил всех детей. Я сказал, скажите, дети, что было правильно, что было неправильно. Наши семьи на жизни. Что вас приближало от Бога. И что вас приближало от Бога. Вот в наших отношениях. И они все не договаривались. Я им звонил, что папа, для нас было ценно, что ты находил время. Извините, это не скромно. И что мы могли открыто с тобой говорить. И что ты понимал нас. И знаете, это приходило через мое покаяние. Я не забуду этого. Я заканчиваю. Потом короткий пример. Помню, как-то я себе нехорошо повел. Я объяснял одну задачу одному сыну. Из пункта А, пункта Б. И поезд. Знаете, это история. Эти примеры, наверное, из школы. Вот там с такой скоростью. Когда они встретились. Ну, для меня оказалось так просто. А вот он не понимает это все. Я говорю, сынок, я уже, знаете, начинаю внутри. И это нехорошо. И вдруг я смотрю, он меня не слушал. Он еще и в окно смотрит. На улице тепло. Весна. А я, знаете, так внутри, так у меня все сжался. Я говорю, да будешь ты меня слушать, да? И в этот момент я потом себя оправдывал. Я думал, стол там немножко шатался. Там у него готова ленинг. То есть это загремело. Он как зарыдал. Он не ожидал этого. У меня было страшное состояние. Но не сразу. Я пошел в свою комнату. И я стал молиться. Не могу молиться. Но и не идет молитв. Я говорю, Господи, ну ты же видишь ситуацию. Что мне делать? И знаете, Господь мне говорит, иди и попроси у своего сына. Я еще думал, ну, не нашимся. Ну, это ситуация, да? Я же так ясно объяснял эту задачу. Но, знаете, Господь победил в моем сердце. Он успокоился со мной. Но прошло время. Я его позвал. Я от всего сердца вас, сынок, прости. Я согрешил. Мне очень сложно. Прости меня. Он как-то зарыдал. Упал ни слова на шею, да? И первый же плакал по-другому. Говорит, папа, я сам виноват. Я говорю, нет, я виноват. Он говорит, я виноват. Я говорю, я виноват. Я виноват. Я говорю, нет, я виноват. Прости. Знаете, мы обнялись. Мы помолились с ним вместе. И это были такие теперь отношения близкие. И дети это ценят. Когда мы честны, когда мы искренне. Можно многое в этом говорить. Но я заканчиваю. Я хотел еще сказать следующее. Вот если кто-то сидит и думает, я потерпел урон в этом, у меня разрушено отношение, я это упустил, у меня этого нету, я этого тратил. Что делать? Я вам скажу, что делать. Писание говорит, если мы исповедуем грехи наши, это грех. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И очистит нас от всякой неправды. Это надо восстановить. В искренней, честной молитве. Нужно признание. Нужно покаяние. Пред Богом. Может быть перед женой это упущено. И вообще я заметил, знаете, если мы с женой вместе не молимся один день, это уже плохо. Я думаю, кроме семейного алтаря, вместе с детьми, муж должен с женой каждый день хотя бы один раз вместе помолиться. Ничто нас так не объединяет и не делает такими близкими, когда мы вместе молимся. Когда мы доверяем друг другу. Когда мы открыты друг при другом. Когда же она может вылить свое сердце. Я это слушаю, я косую. Эти проблемы, да. И она доверяет мне присутствию Бога. И я могу это делать. И тогда мы плачем вместе. Мы молимся друг за друга. Мы поддерживаем друг друга, да. И как Вергей Лимпаль сказал, как-то помню, мы здесь на одной конференции. Он сказал, люди, которые вместе молятся, они не бьют друг друга в нос. Вы можете себе представить, мы с женой помолились, он встал и заводит тарь. Такой же не может быть, правда же? Так вот, молитва держит семью вместе. Братья и сестры, вот сейчас мы живем в особо трудное время. И я очень переживаю. Я тоже часто об этом молюсь Господу. За братьев, сестер. Каждый день за братства молюсь. За поместным церковь молюсь. И знаете, мы переживаем, что где-то может произойти надлом остывание веры. Как важна личная вера. Личное отношение. Когда семья действительно укоренена в Слове Божьем. Когда огонь горит на алтаре. Когда там не зала осталась, а которая говорит о том, что когда-то там что-то горело, теперь все потухло. И за это ответственный священник, муж. Пусть Бог поможет нам. Вы знаете, чтобы нам сделать это правильно сейчас. У меня вот так на сердце. Я хотел спросить. Иногда нужно признание. Вот кто нуждается в том, чтобы помолились за семью? Не надо никуда выходить. И вы бы хотели, чтобы просто за вас помолились. Привет. Вот я вам сказал уже, я хочу, чтобы вы за меня помолились. Вот я стою сейчас перед вами. За мою жену. И еще живет с нами дочь Регина. Нас трое. За все молились. Помолите за нашу семью. Если кто-то хочет, чтобы за них тоже помолились. Засвидетельствуйте это просто вставание. Вам нужно обновление. И вы хотите этого. Может быть, сложные отношения сложились с детьми. Ну, огонек тлеет. Может быть, слово было редко. Молитва нечасто. Вы чувствуете обличение. Но вы хотите исправления. Нуждаетесь в молительной поддержке. А рядом сидящий увидят вас. И помолятся за вас. Тихо в сердце. Помолятся. Кто хотел бы, чтобы за его семью помолились? Кто нуждается в духовном обновлении? Вот этого семейного алтаря. Пожалуйста, просто тихо встаньте, чтобы увидели вас. Мы за вас помолимся. Вы знаете, вот он правильно сказал, что все нуждаются. Но вот как-то у нас было одно членское собрание на тему освящения. Я сказал, пробуйте. Потом взял, вышел, уберешь. Я говорю, братья и сестры, я вышел не принимать поколения. Я хочу идти путем освящения. Помолитесь за меня. Я один брат там стоял, у вас помнил, как сейчас. Ну если присвятера каются, тогда нам всем надо каяться. Я говорю, ну если дух побуждает, то за все и кайтесь. Давайте мы перед лицом Господа все сейчас встанем. И вот так возьмем время. Тихо в сердце. Вот сейчас не надо вслух молиться. Мы часто вслух призываем. Вот давайте возьмем время. Может быть пару минут. Тихо в сердце. Друг за другом. За рядом стоящим. Помолитесь Господу. А потом я помню. Время молить. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...